Международный туристическо-образовательный форум «Горизонты-23» открыл посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Важно, что это международное мероприятие объединяет и туроператоров, и ательеров, и предпринимателей, и общественных деятелей Абхазии и гостей из России. Уверен, что это позволит провести плодотворное обсуждение всех имеющихся проблем и наметить пути их решения, подчеркнул Михаил Шургалин. Очень рад приветствовать всех собравшихся на сегодняшнем форуме и гостей, и организаторов, и профессионалов туристической области. Для всех, для нас понятно, что это очень важная отрасль, дающая большой доход в бюджет республики. И одновременно это очень важная отрасль для Российской Федерации, потому что с каждым годом все больше и больше российских туристов посещают вашу прекрасную республику для отдыха и многие даже для лечения. Исходим из того, что главным итогом форума должно стать формирование благоприятных условий для инвестирования в наиболее перспективные проекты, в дело создания новых партнерских связей по развитию туризма в разных областях – детского, спортивного, тематического. Это, повторюсь, окажет большой положительный эффект как на абхазский народ, так и будет благоприятным для российских туристов. Организатором форума с российской стороны выступило представительство Россотрудничества в Абхазии. С приветственным словом к участникам обратились руководитель представительства Дмитрий Федотов и его заместитель Дмитрий Поликанов. Действительно, Абхазия – это, мне кажется, такое почти райское место для меня на земле, потому что я много раз здесь бывал. И мне кажется, что обилие моря, солнца, гостеприимных людей, очень вкусной еды и всего остального, просто делает неизбежным поездки сюда большого количества туристов. В России сейчас активно развивается тема познавательного туризма. У нас появилась такая организация, как «Больше чем путешествия» при российском движении детей и молодежи. И «Больше чем путешествия» оно как раз призвано развивать туризм со смыслом. Понятно, что большинство наших программ направлены на привоз в Россию. У нас есть такая замечательная программа «Здравствуй, Россия!». Ребята в этом году поедут, кто-то в Артек поедет, кто-то поедет на Чукотку, кто-то поедет в Дагестан. Мы можем использовать инфраструктуру русских домов за рубежом, в том числе для того, чтобы продвигать туристический потенциал Абхазии. Нам это ничего не мешает. Поэтому в этом смысле, мне кажется, для продвижения в том числе совместных программ и туристического потенциала Абхазии можно использовать и площадки русских домов в 73 странах мира. И как раз, мне кажется, это тоже будет очень хорошая и правильная история. Для нас это особенно важно, потому что сама идея этого форума зародилась еще где-то полгода назад, в декабре прошлого года, когда мы проводили «Круглый стол» совместно с Министерством туризма и Министерством просвещения, в рамках которого, собственно, подняли вопрос относительно того, каким образом можно было бы использовать потенциал в том числе и интернатов Республики Абхазия и возродить такое движение, как обмен школьниками. И, насколько мы поняли, эта тема, в общем-то, достаточно актуальна здесь, и она действительно имеет отклик, и поэтому было решено провести такого рода форум, в рамках которого мы постарались собрать и специалистов из России в области тематических лагерей и IT-направления, такие как мобильные технопарки. Ну а для того, чтобы это не ограничивалось, собственно, только городом Сухума, мы решили провести это в рамках, ну, я бы не сказал всех городов, но, тем не менее, и в Гагрии, и в Гудауте, и в Сухуме у нас пройдут и тематические площадки, и круглые столы, мастер-классы и для отельеров, и в том числе для ребят профориентационные мероприятия. Министр просвещения Абхазии Нал Габлия приветствовал гостей международного форума и отметил важность сотрудничества России и Абхазии в сфере образования. За прошлый год наши дети посетили такие города, как Сочи, Краснодар, Москва, Петербург, я уже отметил, спортивных мероприятий очень много мы провели в прошлом году, вот, благодаря и поддержке Россотрудничества в том числе. Ежегодно школьники участвуют во всемирных играх юных соотечественников в Москве. В прошлом году мы себя тоже достойно показали, и благодарю также Россотрудничество за эту возможность посещать столицу России. Также хочу отметить, что впервые наши школьники приняли участие в первой Южно-Российской Олимпиаде по математике для девочек, АССАР, в рамках ноябрьской математической образовательной программы, которая проходила в кампусе образовательного центра «Сириус». «Сириус» — это отдельное для нас направление. Наш ближайший сосед, с которым мы сотрудничаем уже на протяжении нескольких лет, наши дети уже учатся в IT-колледже «Сириус» и посещают образовательные мероприятия. В 2021 году был побит 30-летний рекорд, подчеркнул министр туризма Теймурас Хижба. Абхазию посетило более полутора миллиона человек. В Абхазии находится самое теплое место на всем Черноморском побережье, этот город Гагра. И особо хочу отметить, что история туризма не только Абхазии, но и в прошлом Российской империи началась именно с города Гагра, тогда, когда в конце 19-го века было принято решение на имперском совете создать курорт, который походил бы на Ниццу и Монте-Карло. И был построен город с нуля, город Гагра. С этого началась туристическая история Абхазии. И, между прочим, хочу отметить, что первые учреждения на юго-западе Абхазии, учреждения просвещения, были построены тоже принцем Александром Петровичем Мальденбургским. То есть здесь мы находим общую грань между туризмом и образованием. Сегодня в современном мире очень важно, чтобы наша молодежь и в России, и в Абхазии получала правильные знания, получала правильную информацию. У нас, в Российской Федерации, общие ценности, общие семейные ценности, общие религиозные ценности и общее будущее. Добро пожаловать в Абхазию. Спасибо за внимание. Глава Абхазской Православной Церкви Бессарион Аплия также обратился к гостям с приветствием. Напомнил о святых законах абхазского гостеприимства. Глава Абхазской Православной Церкви Бессарион Аплия. Не на словах, а на деле. Еще раз вас всех с этим праздником форум очень необходимый, актуальный. И дай Бог, чтобы вся наша актуальность исходила из тех принципов человеколюбия. Мир вам всем. Христос воскрес! Международный туристический образовательный форум «Горизонты-23» продлится до 28 апреля. На пленарных заседаниях будут представлены доклады по актуальным проблемам развития различных направлений туризма и образования. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.